Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Судный день, Джагмент. Ну что же, давайте-ка приступим и посмотрим. У нас 2000 с копейками научных очков, ну оккультных очень мало. Так, все вроде бы у меня хорошо тут настроены. Так, овощная ферма, дерево строительство завершено. Ооо, сколько у нас уже древесины здесь. Это хорошо, нам пригодится. Так, атака неминуема, да, кстати, ребята, скоро на нас пойдут, видимо, уродцы. Хотя, погоди-ка, погоди-ка, ребята, они где-то здесь, да? Они где-то здесь были, сейчас их нету. Но в любом случае атака будет, ребята, как ни крути. Единственное, что мы можем с вами сделать, это подготовиться к этому. И для этого мы делаем вот так вот, все. Выбираем и всех сюда. Так, когда будет атака, интересно, не знать, а? Вражеский отряд обосновался неподалеку. Скоро будет атака, и она неминуема. Но я этих олухов здесь не вижу. Главное, что у нас здесь есть... Почему вот они не доделали мне здесь кровать? Хотя нет, все сделано. Кровать, еда, все на мази. Видишь, как они перекусили. А что это-то у нас такое? Окультная мастерская. Да-да-да, кстати, оккультная мастерская. Почему она не сделана? Режим обороны. Естественно, ребята, режим обороны. Стэн, давай быстрее добегай. Ты мне тут нужен, обязательно. И сейчас, ребята, естественно, на нас попрут. Кстати, вы заметили, что у меня есть некоторые там герои, которые недолечены. И это очень плохо. Плохо может сказаться на нас. Ладно, надеюсь, мы выдержим. Кто-то там спать захотел. Выжившие изнуренные. И типа... Все. А, нет, какой все? Тут помощь. Какая, блин, помощь неподалеку, когда у меня здесь... Сейчас резня начнется. Они что, издеваются, что ли, надо мной? Ну, я готов, наверное, к бою. На вас нападают нападения. Так, отлично, пока тут все у нас хорошо. Ладно, пускай будет готово. И кто же у нас здесь? Призраки, суккубы, картанахи. Здесь у нас кто? Картанахи, отлично. Ладно. Отлично, тоже говорю, блин, отлично. Не отлично, будем просто встречать их. Снайпера мои там бомбят. Ой, как хорошо бомбят, ребята. Так, Мэй. Наверное, тебе лучше... Лучше где-то вот здесь тут постоять. Фу, легион даже не дошел. Но они нас окружают. Так, суккубусы, картанахи. Ну, этих быстро мы сейчас вырубим. Ну? Стив, ты че? Нафиг, убеги оттуда лучше. Так, так, так. Здесь справились картанахи. Жарим их. Бона. Так, а я там, понимаю, идет легион, да? Потому что он медленный такой, да? Это именно он. Слушайте, ну я вам скажу, мы красавцы уже с вами... Ну, как сказать, красавцы? Красавцы лишь потому, что пока на нас не нападают новые монстры. Мы еще пока со старыми воюем. Ох, как хорошо его распечатали. Так, и вот этот легионер. Красный глаз у него какой-то. Все, я думаю, да, победа за нами, ребята. Все, отлично, великолепно. Эктоплазма, шкуры и демонит. Все, пускай ребята теперь занимаются своими делами спокойно. Так же, в принципе, как и я. Что мы с вами будем, ребята, сегодня мутить? А мутить мы должны очень... Оу, кстати, да, яд демона мы можем сделать. Ммм, хмм. Почему бы и нет? Да, конечно, давайте сделаем, ребята. Бронька нам не помешает. Тем более, когда хорошая бронька. Так, и надо нам посмотреть, что мы можем с вами в ближайшее время замутить. Так скажем это. Так, сигналы. Ну, это ракетница, понятно. Мы ее уже как бы переплюнули, перескочили. Кислота, да? Я не знаю, нужна она нам или нет. Так, вот итальянская кухня, наверное, пригодилась бы. Хотя, черт его знает. Вот производство титана точно нам нужно. Но для этого нужны данные исследования. То есть нам придется с вами бежать за дисками. Давайте глянем, что у нас по производству. Механизмы. Опять же, нужно два диска и техническая мастерская у нас будет доступна. Понятно? То есть все упирается пока в диски. Смотрим здесь. Так, пистолеты, улучшенные мечи. Рельса трон. Это мы все переплюнули, как говорится. И так, здесь. Замораживающий луч и боевые луки. Ближний бой. Чип с данными, ядрена вошь. Хе-хе-хе. Чип с данными, ребята. И нам нужны... Кстати, а где мы с вами можем достать чип с данными? Давайте посмотрим по карте вообще. У нас есть чип где-нибудь? Ага, вот, ребята. Тринадцать мест, где он находится. Это еще кто такой? Это Демагор... Демагоргона? Ядрена вошь. Белиал. Слушай, ну это, по-моему, Демагоргона. Это жесть, кажется, будет, ребята. Просто-напросто. Вот что я вам скажу. И Шедим. Хе-хе-хе. Ой-ой-ой. Я даже не знаю, что и делать-то. Хотя... Нет, ребята, вру. Все я прекрасно знаю. Для начала мы с вами изучим то, что у нас есть. То, что нам доступно. Единственное, что нам надо с вами получить два диска. Так, боевые луки. А сколько... Интересно, сколько этот лук будет приносить урона? Углепластиковый. Вот что меня интересует. Бой в городе. Тут, смотрите, кислотный дротикострел и боевой дробовик. Это мы уже можем с вами выучить. Жезлоглушение, оглушитель и щит повстанца. Это для танков у нас, по идее. Все идет. Но я хочу вот накопить на замораживающий луч. Так, ну что, теперь посмотрим, что у нас по очкам. Это мы переплюнули. Вот. Амулет. Умертворение. Во. Благословение паладина. Это новая броня, ребята. Так же, как и доспех душ. Проклятый пулемет. Ну, я бы назвал это пистолетом, скорее всего. Ясно. А по ритуалам что-нибудь новенькое будет у нас? Кристаллы души. Реликварий. А, влить кристалл душ. Но, опять же, нужны диски. Так что, ребята, я для себя ставлю цель. Ставлю цель заполучить два диска нам нужно. Кстати, что это за фигня, а? А, это трупы же здесь были, да? Точно. А я раньше думал, что за кровавые пятна. У нас трупы эти исчезли, демонов. А кровь от них осталась. Тогда нам нужно с вами отправляться, естественно, за двумя дисками. Хотя тут еще кто-то помощи просит у нас. Ладно, диски, где вы находитесь у меня? Покажите, пожалуйста. Вот здесь. Здесь и здесь. И больше... А, нет, вот тут еще есть. Ну, что же, ребята, давайте тогда, наверное, и побежим сюда. Вот в этом направлении. Моя команда Минотавры. Да, немножечко хромает. Но ничего не поделаешь. Ребята, лучшего все равно нам не достичь. Лекарства нету. Подлечиться мы, естественно, не сможем. Так что давайте, наверное, добежим как-нибудь по-быренькому. Хотя, знаешь, что нам нужно было? Ладно, уже поздно, ребят. Так, стычка. С Минотаврами получилась стычка. Ну и кто здесь у нас? Бесенки? Тьфей. Эй, лепет какой-то, блин. Лучше бы не смешили меня. Мы продолжаем наш путь. Так, тут осталось совсем чуть-чуть, ребят, дойти. И уже, если мы получим с вами два диска, ну, в принципе, развитие у нас дальше пойдет. Пока мы ничего не сможем сделать. Без новых расследований, исследований и научных там всяких штук. Давай сбор ресурсов. Ох. Ну, если что, ребята, у нас автосейв. Мы прекрасно это знаем, понимаем. Но играть продолжаем. Автобой, поехали. Стоим, 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 стоим. Не падаем. Фух. Фух. Повезло, ребята. Диск на... Один диск дали. Блин, один диск. Слушайте, ну, следующую атаку мы с вами не переживем, скорее всего. Даже если посмотреть, сколько здесь. Шесть церберов. Здесь четыре. Блин, врагов очень много. Если бы мы хотя бы были бы чуть-чуть. Нет, ну, можно попробовать вот на этого. Давайте я, наверное, сохранюсь. Сейчас вот сохранить. Целенаправленно сохранюсь. Вот так вот. И попробуем уже вот этих вот, наверное. Этих, да? Нет. Вот. Вот здесь, по-моему, поменьше. Рискнем. Была, не была. Так. Минотавру выделяемся. И бежим. Ну, не пройдем. Тогда я перезагружусь. Ух, не так уж, в принципе, немного здесь. Поехали, автобой. Мы справились. Мы справились. И, соответственно, мы получаем с вами диск. Есть. Смотрите-ка, какой-то у нас вот револьвер Смит 500. Ладно, это мы потом все посмотрим. Сейчас главное добежать до базы. И, естественно, ребят, не попасть в какую-нибудь очередную чертову стычку. Чтобы все прошло у нас с вами гладенько. Так, давайте-ка мы отменим, чтобы я все видел по карте. Вот так вот. Пускай бегут мои пешеходы по лужам неуклюже. Там уже на базе мы, надеюсь, немножечко с вами восстановим жизнь. Кстати, мы можем сделать что? У нас же есть, ребята, заклинания, да, если я не ошибаюсь, которые восстанавливают здоровье. Но у нас не хватает чего? Пшеницы, ну, естественно. Как же без пшеницы-то, е-мое? Ее никогда не будет хватать, потому что мы, ребят, с вами пекем хлеб, булочки, там, всякую ересь, куда пшеница, в принципе, у нас уходит. Зато, смотрите-ка, у нас алюминий появился. Так, торговцы к нам прибыли. А алюминий появился благодаря тому, что все-таки геолог решил нас... Да успокойся ты, скорость-то снизим. Решил нас порадовать и выучил все-таки залежи алюминия. Так же давай тогда сделаешь ты мне залежи глины. Сможешь так же хорошенько изучить все это дело? Макс, куда пошел? О, Максимка, ну ты молодец, малорик. Давай продолжай. Кстати, что у этого Максимки стоит? Что он пошел изучать вот это дело? Ну-ка, посмотрим приоритеты. Это у нас Макс. Обыск? Да, ну, быть такого не может. Хм, требуется помощь кому-то. Пока мне не до этого, ребята, если честно. Давайте посмотрим, что у торгашей тут есть. Диск, так, что такое? Огнемет. Сколько вот ты просишь за этот огнемет? Где он? Где огнемет-то? Блин. Я хотел посмотреть, сколько он стоит. Ага, цена покупки 6400. Спасибо большое, я как-нибудь перебьюсь. Ангельский венец. Здоровье 25%. Тоже неплохо, ребята. Взрыватель крови. Заставляет клетки крови врага буквально взрываться, нанося при этом огромный урон. Что-то новенькое. Это даже, я бы сказал, что-то крутое. Так, у нас бронька, ребята, сделалась. Ну-ка, я хочу померить. И желательно бы ее дать кому-нибудь такому. Хорошему бойцу. Бон, а ты будешь носить? Да, она будет носить, ребята. Насколько круче? Тут здоровье 130, тут здоровье 130. Так, уклонение 20-ка. Тут уклонение полтинник. Защита 10, тут защита 7. Ну, естественно, ребят, тут уже сам. Как говорится, бог велел надевать вот эту вот броню. Вот так вот, шикарно. Так, а вот здесь вот пора, ребята, поменять, по-моему, вот эту вот нищебродскую броню. Они не могут носить. Значит, не судьба так и будто не ходить в этих вот никчемных пластинчатых брониках. Они уже устарели давным-давно. Ну, хотя он имеет штурмовую винтовку при себе в руках. Ладно. Ну что же, диски у нас есть. Давайте теперь смотреть. Так. Диски есть. И что же мы будем в первую очередь с вами изучать? Производство титана. Слушай, ну, можно реактивная броня будет открыта. Потом, смотрите-ка. Чипы с данными нужны будут. Титановая защита. Ох, титановая броня. Вычислительный комплекс. Черт, соблазна очень много, ребята. Как всегда. Тут тоже нужно два диска. Ай-яй-яй. Силовые поля. Тут стекло получается у нас. Шахта кровавых рубинов. Будет открыта. Так, ближний бой. Ну, здесь чип нужен, да? Тяжелой винтовки у нас калибр 50. Замораживающий луч. Слушайте, я не знаю, ребят, что бы вы сделали, но я думаю, будет правильно, если я открою производство титана. Реактивная броня. Да, оружие, конечно, здесь... Ну как, оружие мы с вами не получим, да? Но мы получим титановую броню плюс бункер и также вычислительный комплекс. Думаю, что есть смысл заморачиваться, ребята. Так, а он... А он у нас, по-моему... А, он уже открыт. Да, он уже открыт, ребята. Так что мы можем с вами... Нет, ни хрена мы не можем. Мы только что это открыли. Так, производство титана. Реактивная броня. Давайте смотреть, что для нее нужно, для этой реактивной брони. Нам не хватает масла. А масло у нас добывается из чего? Из пшеницы. Да что пас, а? Как же мне сделать так, чтобы пшеница начала копиться? Наверное, нам надо будет что-то с вами отменять на производстве. Куда у нас пшеница идет? Да практически везде. Она идет вот в хлеб у нас. А если я отменю хлеб? Ну-ка. Мы с голоду-то не одуплимся без хлеба-то? Все. Хлеб больше не делается, ребята. Так, у нас с вами титан есть. Но не хватает масла. В общем, нужно... Я не понимаю, зачем для масла нужна пшеница? Как-то немножко нелогично здесь. Смотри-ка, Максимка настырная ищет нам глину. Так, ну-ка ускоримся, наверное, маленечко, да? У нас кто-нибудь по огородам-то шуршит. Эй, Стив. Я смотрю, Стив вроде бы шуршит. Да, и он собирает, тут же сразу поливает. Ну-ка, на производство масла-то. Слушай, пшеница до сих пор еще не идет. Загробный клуб отправил подарок в честь вашей дружбы. Офигеть, три столома. Молодец, хвалю ее мою. Они мне прям погоду сделали. Так, ладно, это все мелочи. Где, я спрашиваю, пшеница? Куда она еще может у нас уходить? Ах, на алкоголь. Все, я понял. Все, я вас понял. Никакого больше алкоголя. Ну, пшеница будет у нас копиться или нет? Вода так офигелее. Сколько? У нас уже шесть тысяч воды. Это ж... Это ж одуреть можно. А вот еда у нас пошла, кажется, на упадок, ребята. Стоило, называется, мне хлебушек убрать. Слушай, ну пшеница-то все равно почему-то не идет ко мне. Вот, кажется, масло, да? Пошло или не пошло? Я что-то как-то... Идет, идет, идет маслице. Так, ну-ка, ну-ка, где там броня? Нужно шесть. Шесть, да? Подожди, а куда масло теперь уходит? Мы делаем масло, а оно куда идет? Что за... Блин, оно идет на огурцы. На соленье. И, наверное, на салат, да? Нет, на салат не идет. Слушай, мы сейчас с вами доиграемся до тех пор, что, блин, у нас с едой вообще будут полные проблемы. Все для того, чтобы сделать эту броню. Ну, вот, пошло масло копиться, ребят, пошло. Так, сколько нам хватит? Нам хватит на два комплекта броней. Так, вот один. Сейчас подождем маленько и еще один закажем. Слушай, а ну хоть сто этого? Ну, здоровье 160, уклонение полтинек, защита маленькая. Ну, за счет здоровья только, если что, мы можем выиграть. Так, и вот вторая. Все, ребята. Я дальше активирую все, что мы с вами отменяли. А это, соответственно, хлебушек и так далее и так подобное. Потому что, значит, сейчас тут нафиг они начнут у меня плакать. С голодухи взвоют. Так, давай хлеб. Отлично. Так, и что я еще... Так, с самогоном мы пока не будем делать спирт. И... А, огурцы. Конечно же огурцы. Все, пускай делают. Главное, чтобы еда росла. Так, ну что, броники, я надеюсь, сейчас у нас изготовятся, да? И мы с вами посмотрим, кто их вообще у нас может носить. Кто-нибудь занимается вообще этим, а? Автопроизводство. Погоди-ка, одна броня уже сделалась. Так, так. Нет. Подожди-ка, а в чем прикол? Я вроде бы как сейчас заказывал на две брони, так? Так. Почему мне показана только одна? Видимо, одну уже кто-то шпарит. Ты что у нас делаешь? Да, он делает реактивную броню. Точнее, она, Юля. Вот только я не могу понять, где она ее... А, вот. Вот она идет. Давай-ка ускоримся. Обалдеть, как долго она делает. Слушай, а что с едой-то какие-то у нас, ребята, проблемы, если честно? Не растет пища-то, а? Так, разведка вблизи вашей базы, понятно. Давай пойдем накажем их. Слушай, ребята, мне, знаете что? Не нравится, что у нас очень быстро заканчивается еда. Чертовиди, что мы можем сделать, а? Какие будут предложения? Ну, где эти олухи? Пускай только высунут свою голову, сразу по пуле получат. Я, честно говоря, никого пока не вижу. Нет, слышу, слышу. Вот, картонахи здесь, да? Ну, снайперы, будете бомбить? Давай-давай, расстреливаем всех. Ты же даже дойти не успевает. Один все-таки успеет подойти. Ага. Пыхает, пыхает. Все. Победили, наверное, всех, да? Нет. Еще где-то, ребята, здесь остались. Вражины. Надо их найти. Блин, ну что же с едой-то так, а? Придется, наверное, ребята, пасту нам изучать. Пасту. Ну да, почему бы и нет. Так, смотрите-ка. О-о-о-о, тихо-тихо, вот так вот мы встанем. Щеманули на нас сразу же все. Ну, что я вам могу сказать? Тут, естественно, ребят, победа за нами. Легион Эть успел дойти, но отгреб. Все, да? Ты посмотри. Не все. А где же еще-то? Где еще могут быть враги? Только где-то вот здесь, вот на неоткрытой территории. Давай посмотрим. Ну, показывай свое лицо. Где ты, вражина? Слушайте, самое интересное, что нету. Не понял юмора. Погоди-ка. В чем прикол? Карта же открыта полностью. Что, глюк-бак, что ли? Или что такое? Что случилось? Ладно, тут есть еще вон уголочек затемненный. Давай сюда сходим, посмотрим. А-а-а, ты смотри-ка, смотри-ка. Какая-то чепушила тут, видите ли. Ходит демон. Одним лазером его просто смело. Ладно, все. Никаких больше атак на мою базу не будет. По крайней мере в ближайшее время. Заходим. Так, а вот дальше надо разбираться мне с едой. Что-то вообще как-то хреновенькое. Очень хреновенькое. Знаете, что мы можем с вами сделать? Кое-что в приоритетах. Это на изготовление. На изготовление и, соответственно... Так, Макс пускай изучает. Так вот сделаем. Отлично. Давай вот так вот. И теперь на производство. Производство это вот у нас. Здесь. Так, так, так. Блин, на производство... Вот, если сделать так, предположим. Нет, нам нужны вот эти вот... Окультные очки. Щет. Так, 75 производства. Так, давай вот здесь вот сделаем еще 25. Этого мало, наверное, будет. Здесь не хочу менять пока ничего. Если мы откажемся от воды... У нас хоть кто-нибудь воду-то будет добывать? Нет. Воду никто не будет. Тогда... Черт подери. Ну, что же сделать-то? Ладно, давай, пускай на воде будет стоять у нас Георгий. Ух. Ну, теперь будем смотреть, ребята. Будут ли какие-нибудь у нас изменения. Ускорим специально. Пойдет в плюс еда или нет? Что-то нифига не идет, ребят. В плюс. Как бы идет, идет, идет. И тут же... Нет, вроде бы пошла, да? Сейчас посмотрим, ребята, получше. Так, 733 это отметка. Вот, все. Идет по чуть-чуть. Но идет. Совсем-совсем понемножку. Где-то вот в этом районе и пляшет. Существенной прибавки я не вижу. 730, 739, 740. Да, как вот в этом диапазоне. Меня это не особо устраивает. Слушай, а что нам... Что такого? Враги приближаются, да? Хорошо, пускай приближаются. Пускай эти гады приближаются. Слушай, а что нам нужно сделать, чтобы, например, пасту получить? Паста у нас, это, по-моему, по производству идет, да? Механизмы. Так, стекловарение нам не нужно. Боевые луки. Погоди, а где же у нас в основе, что ли, идет? Тут компьютеры. Ага, вот здесь вот, значит. Кислоту нужно вначале выучить. Потом будет итальянская кухня. Я не могу ее сейчас выучить в данный момент. Ох ты, смотрите-ка. Мы можем с вами красный дьявол, броня. Новая, видимо, какая-то. Интересно, она лучше или хуже нашей реактивной брони? Сейчас мы это узнаем. Так, где она? Вот, здоровье 130, уклонение 55. Скорость движения плюс 10%. Да, как вам сказать, лучше она? Уклонение? Ну, не особо там супер. Вот, да, скорость движения 10% только дает. Ну, и защита тут поменьше будет. И здоровье поменьше она будет давать. Так что, можно было бы и не изучать. Ну, извините, интерес все-таки преобладает. Поэтому я хотел посмотреть, и я посмотрел. Вот алмазный резак бы еще кому-нибудь сделать. Было бы тоже хорошо. Кстати, что мы с вами тут рассоливаем? Ну, нас будут сейчас скоро атаковать. Поэтому нам надо, чтобы все ребята были сгруппированы. Так, торгуюсь приду. Нам он сейчас не нужен. Ну, где враги-то там, ё-моё? Черт, подери. Сколько же ждать-то можно? На скольки они процентов? На 10, что ли, появляются, а? Нет, не на 10. Так, режим обороны. Давай, бегите все. Тык-тык-тык-тык-тык. Успеют? Должны успеть. И сейчас, типа, вооружите всех перед битвой. Да, все хорошо. Все вооружены. Все только и ждут, как появятся враги у нас. И кто тут у нас? Ну, я вам скажу, ребята, это... Нарамуль с Салабоной. Сплошные идут. Бон, а попробуй-ка сесть в вышку. Так будет намного эффективнее у тебя снайперский, как говорится, огонь. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну-у-у, вообще, просто на ура разрываем. Одержимый тут еще. Так, и демоны, 100%. Ну, колбасим, колбасим, колбасим. Вот и все, ребята. Вообще отлично. Замечательно. Опыт прям на глазах растет у моих бойцов. Вот так. Все. Теперь идут, пускай, занимаются своими делами. Блин, жрачка-то все падает и падает. Ай-яй-яй. Это из-за того, что, ребята, они ничего не добывали. А только здесь, когда мы ждали, они кушали и кушали. Что это у нас такое? Окультная мастерская. Это что у нас за оккультная мастерская такая? Я уже, честно говоря, и забыл. Адская кузня. Стол. Оружейная. Станция геологическая. А, оккультная мастерская. А почему ей никто не занимается, а? Что это за дела? Я что-то не понял. Почему оккультной мастерской никто не занимается? Ну-ка, Сэм. Давай-ка сделай. Она же мне нужна, эта мастерская. Она же, по-моему, что-то там дает. Какие-то нам возможности. Могу, конечно, ошибаться. Но в любом случае нужно сделать. Кто у меня там по производству-то самый-самый опытный? Ну-ка, дайте ко мне глядь. Глядь. Глянусь в приоритеты. Так, вот производство. Грег. У него полтинник 50%. 65% у Юли. Воу. У Дока 100%. Давай вот так вот попробуем. Док, ты где у меня? Вот он, Док. Давай ему... А, тут уже Сэм начал делать. Блин. Ну ладно, пускай делает Сэм. Ускорим маленько. Сэм поспал за работу. Поспал за работу. Требуется помощь. Мне сейчас не до этого. Вот честно говорю. Не до помощи. Я вот все смотрю на еду и как-то мне немного это пугает цифра. Она все время падает у нас. Постоянно падает. Слушайте, что-то надо с едой делать. Блин. В чем проблема? Из-за чего все это сбилось у нас, а? Здесь? Ай, ты подожди ты. Не до этого сейчас. Е-мое. Производство. Так. Ну, это мы поставили как было. А-а-а-а. Вот оно что. Скорее всего, ребята, древесины нету. Точно. Древесины нету, поэтому... Так все и пошло. Ну-ка посмотрим. Улучшится что-то от этого или нет. Здесь тогда тоже будем срубать древесину. Вот так вот. Ну и алюминий как-то тоже нужно указать, чтобы добывали. Глина у нас тут маленько появилась. Так. Ну-ка давайте-ка еще посмотрим. Еще посмотрим. Так. Здесь у нас чисто овощи. Ну, это хорошо, ребята, да? У нас очень много фруктов, поэтому как бы делайте, хоть заделайтесь. Здесь не хватает пшеницы. А пшеница куда у нас еще может уходить? Может быть, с оленья прекратить? Делать. Так, у нас... Да, ребята, не хватало, видимо, древесины. Ну и пшеницы тоже не хватает. А на соленье... Ага, нужен алкоголь. Тогда мы вот это прекращаем. Пускай у нас будет копиться масло. А вот здесь вот пускай уже делают они. Сейчас посмотрим, пойдет этот процесс или нет. Или все пойдет вот на этот вот хлебушек. Пшеница, по-моему, больше никуда не идет. Ну, идет в алкоголь, но он у меня пока отключен. Поэтому переживать, как говорится, нечего. Кстати, мы можем с вами заказать... Вот так вот. Пускай делают лекарства. Нам нужно, чтобы бойцы у нас были здоровыми. Ну что, растет, не растет, не пойму я. Ну-ка, ускорим. Так, я вижу, у нас композит подрастает. Так, это растет. Хлеб растет. Так, запрос ресурсов. Подожди, а почему они до сих пор делают у меня грибы... Ой, грибы. Огурцы. Я же вроде бы отказался от огурцов. С какого перепуга-то вдруг, а? Хорошо, давай уберем. Вот так вот. Будете хлеб-то делать у меня, нет? Бутерброды, давайте, говорю вам. Не хотят, а? А так, если сделаем? Так, понятно. Здесь у меня по нолям все стоит, да? Ну, давай. Я не могу ничего сделать. Ты посмотри, в чем проблема-то? Не могу понять. Вот, вот, пошло, пошло. Пошло потихоньку врасти. Значит, у нас салаты и бутерброды. Я смотрю, ребята, за цифрой. Цифра все равно падает. Соленья со скоростью света улетают. Что же с древесиной-то? Никто деревом, что ли, не занимается? Я не пойму. Так, подожди. Ёлки-палки. У нас, по-моему, древесину-то никто и не рубит. Так, приоритеты. Смотрим, ребята. По-моему, никто не рубит. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Вы посмотрите, у нас никто не рубит древесину. А я ещё хочу, чтобы кто-то у меня там был сытым. Ох, сейчас бы мы, ребят, попали. Если бы я вот вовремя не посмотрел это дело. Так, два лесоруба. Этого, наверное, мало. Давай вот ещё вот так вот сделаем. А ну-ка, ускорим. Будут рубить лес. Да, уже пошла вырубка. Фух. И теперь смотрим, ребята, за едой. Так, кто-то уровень получил. Блин, нифига. По-моему, падает, да? Так, разведка. Это всё понятно. Не до этого сейчас. Видите, ребята, просто момент этот упустил. Сожротвой. И вот теперь надо как-то выкручиваться. Помните, у нас в какой-то серии была проблема насчёт еды. Как там всё было очень хреново. И к чему всё это могло привести? Так, вот для этого я и смотрю. Блин, а лес-то? Лес-то, конечно, мы сейчас вырубаем с вами. Но также не забывайте, надо и сажать его. Расточки маленькие. Так. Это у нас, по-моему, вот здесь вот, да? По производству. Вот он лес. Давайте, ребята, засадим всё здесь. Всё, что нафиг можно. Всю вот эту вот площадь свободную. Вот так вот. Леса никогда не бывает много. Где он? Вот он. Он всегда нужен. И везде практически. Так, не будем здесь засорять. Вот так вот сделаем. Фух. Надеюсь, ребята, мы выкрутимся. Уже 650. Вроде бы потихонечку растём. Так, оккультные очки почему-то у меня тоже перестали прибавляться. Слушай, а вот это я не зря или сделал тут? Всё сейчас засадят. У меня как они будут ходить-то? Хе-хе-хе. Хе-хе. Чем вы заняты, а? Ронак, ты что делаешь у меня? Бутербродики шпаришь? Ну, делай. А Дебора? Оккультные исследования. Хорошо. Так, мы пока посмотрим с вами. Здесь дофига нужная. 260. Так, у меня кто-нибудь занимается этими изучением научных очков. Смотрим. По-моему, нет. Так, Аннабель только лишь и всё, что ли? Так это же вам мало, ребят. Подожди, это не то. Вот у нас научное исследование. Аннабель занимается оккультными ритуалами. Так, 90. Ладно, давай, наверное, нет. Не будешь ты у меня этим заниматься. Так, давай вот так вот сделаем док соточку. Тут вот полтишочек. Здесь пока ничего... Добычи не надо нам пока. Вот так вот давай, Люси. Добывай. Ну и вроде бы как всё, ребят, да? Производство. Как-то вот так вот мы с вами оставим. Блин, тут офигеть, как нужно рассчитывать весь вот этот вот баланс, чтобы те занимались одним, остальные там другим. Того меньше, того больше. Очень тяжело рассчитать всё. Так, что бы нам сделать? У нас ещё с вами задание. А где у нас основные? Давайте-ка почитаем, ребят. Какое у нас вообще стоит задание? Подготовка к нападению на мастера эфира практически закончена. Однако, ситуация для всех малоприятная. В то время, как ни у кого не возникает сомнений в убийстве жаждущих крови от роди, атака людей, даже если это необходимо действие, точно не доставит удовольствия. Команда оккультистов яростно ищет эффективную технологию защиты от ваших сбитых с пути мучителей. Но пока что безуспешно. Атакуйте замок рекрутеров. Это у нас, ребята, если мне память не изменяет, где-то вот тут. Это же замок рекрутеров. Нет, это аванпост вербовщиков. А рекрутеры тогда где? Так, погоди-ка секунду. А где рекрутеры? Нет, ну это, наверное, они и есть, скорее всего, да? Мне кажется, да. Так, у меня тут уровень же кто-то получил. Стойкость. Так. Фермерство. Уход за фермой 20%. Давай делаем ферму. Пускай у нас будут фермеры. У нас слишком много бойцов и мало фермеров. Ну что, я думаю, ребят, наверное, есть вариант и возможность сходить вот сюда. Вы помните, да, кто такие у нас вербовщики, аванпост, тем более, их не здесь. Там такие ребята, вооруженные практически до зубов и с ними шутки плохи. Но я больше не вижу здесь никаких рекрутеров, к сожалению, а может быть и к счастью. Поэтому давайте, наверное, мы с вами сходим для начала сюда. И если это неправильный вариант, будем искать уже другой какой-то выход. Побежали. Почему? Почему атака? Атака? Ну ладно, пускай будет атака. Ох, как я вспомню, это было где-то серии там 4 или 5 назад, а может быть 3, когда я туда сунулся, радостный побежал. И как я там отгребал потом. Ну давай, бежим. Еда вроде бы растет, ребята, потихоньку, и это уже меня радует. Ну как потихоньку... Так, стычка, собака. Ну что ж, давай, стычка, так стычка. Кто тут у нас? Лашпены. Замечательно. Кстати, по броне-то мы так с вами и не определились тоже, а? Ну ладно, уже поздно. Давай, добегай уже по быстренькому. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. И мы в дамках. Ну давай, давай, давай. Все, ребята. Ух. Замедляемся. Так, побег. Предательство. Рекрутеры определенно ждали вашей атаки. Ваш отряд был быстро окруженный. Практически вся группа была захвачена. Вас держат в плену, заставляя работать совместно с другими пленными. На строительстве нового святилища мастера эфира и замка. Вы проживаете в гнилых бараках с другими выжившими, а ваша повседневная деятельность контролируется надзирательными и группой вооруженных рекрутеров, которые сами контролируются неизвестными оккультными силами. Все передвижения контролируются при помощи специальных ошейников, насильно надетых на ваши шеи. Вы притворялись покорными и работали словно рабы, пока не подвернулся удобный случай. Как-то раз ночью вы заметили, что дверь не заперта и вам удалось прокрасться и забрать снаряжение. Вы сняли ошейники и готовитесь прорваться на свободу. Первый шаг. Уничтожить надзирателей, охраняющих вход в тюремную зуду. Уничтожьте группу надзирателей. Вот здесь-то и начинается самое интересное. Слушай, погоди, а что у нас? Погоди-ка, погоди-ка. Почему у нас такое? А, не, все нормально, все нормально, ребята. Ну? Блин, сейчас стоит только начать стрелять. Тут такой кипишняк поднимется. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите ли. У них там какие-то дубинки супер-пупер. Давай-ка чуть-чуть еще продвинемся сюда. Смотри, у них сколько шахт здесь, офигеть. Блин, смотрите ли, ищейки. Неужели еще надо продвинуться капельку, а? Давай еще, блин, капельку продвинемся. Еще капельку продвинемся. Ну, стрелять-то будем? Огонь! Есть! Так, давай этого смотрителя. А что за хмырь-то такой? Отойди-ка. Как-то он больно крепкий. Ты посмотри. Просто непробиваемый чувак. По нему жарим. Тревожное открытие. Мертвые охранники, валяющиеся под ногами, дают надежду на побег. Но рекрутеров слишком много для прямой атаки. Вы должны попытаться сбежать, привлекая как можно меньше внимания. Но перед тем, как уйти, необходимо кое-что проверить. От других пленных вы узнали, что мастер эфира сознательно вручил военным дефектный кристалл, который привел к образованию разрыва центральное строение, использующееся в качестве бараков для рекрутеров. Доступно для всех пленных рабочих. Они говорили, что рядом с этим строением есть некая пристройка для оккультных нужд. Зная, что мастер как-то связан с дьявольским нашествием, вы решаете посмотреть поближе на эту постройку. Исследуйте оккультное строение. Фух, знать бы где это оккультное строение-то еще, а? Блин, ну действительно, вот куда мне идти сейчас? Взад или вперед? Наверное, сюда идти. Боюсь, чтобы шороху не было слишком много. Паники, криков, атаки. Ой-ой-ой, смотри-смотри-смотри, ходят, гуляют. Ладно, давай еще поближе сюда встанем. Вот сюда вообще встанем, чтобы у нас была прямая зона видимости. Так, Дебра, у тебя есть что-нибудь подлечиться? Нифига у тебя нету. Что? 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 Тихо, 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 тихо. Хайзер, отойди, отойди, пожалуйста. Так, Дебра, блин, он до тебя добрался. Док, ну, бомбани его. Что это вообще такое, а? Взрыв души. Мы с вами что, пошли, блин, без аптечек, без всего? Получается так? Нет, есть у одного аптечка. Давай, док, подлечи, пожалуйста, хайзерни. Ой, этого мало, этого очень мало. Ладно, делать нам нечего, ребята, нам придется потихонечку как-то продвигаться дальше. Вот сюда попробуем встать. Меня интересует сейчас один вопрос. Куда идти и где это оккультное строение, которое нам нужно с вами посмотреть? Так, погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Куда? Ё-моё, тут же... Давай расстреливать. Ищейка. Так, ищейка сдох. А это кто? Тоже ищейка какая-то. Да что ж ты будешь-то со всех сторон, пруд? Справились. Ладно. Блин, ну здоровья так же мало, ребята. Очень мало здоровья. Аптечек у нас нет, подкрепиться мы не сможем. А восстановить здоровье, соответственно, тоже никак. Карта здесь охренительная, я смотрю. По протяженности. По идее, снайперы должны смотреть очень далеко. Но почему-то как-то не вижу, чтобы у нас был обалденный просто... О, вы посмотрите, что здесь происходит, ребята. Вы посмотрите, что творится за пределами этого лагеря. Ё-моё. Да тут просто концлагерь целый, настоящий. Ё-про-соте. Трупов целая куча. Так, смотрите-ка. Там еще какая-то одна группа ходит. Ладно, мы, ребята, вот так вот как-нибудь аккуратненько. Я не знаю, прокатит это, не прокатит. Ну, надо вот как-то так действовать. Нам сказали... Ага, вот, смотрите-ка. Вот это, по-моему, да? Да, смотрите. Вот оно, это оккультное строение. Давайте посмотрим его. Такое у нас тоже есть, вы помните. Оккультная площадка. Задание. Тревожное открытие. Мертвый... А, ну это... Исследуйте оккультное строение. А как я буду его исследовать? Оу, 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 оу. Я понял, понял. Вот так вот это все исследуется, ребята. Ё-калман, это что там? Хайзер, отойди. Кто там так жестко, ребята, металл... Молнии. Так, Рос. Давай, 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 давай. Держись, держись, держись. Отходи, Рос. Отходи, говорю. Да ядреного же ты. Посмотри, что сделали, а. Он как целенаправленно шел. Фух, ребят, я не знаю, как мы будем здесь. Целая толпа, но в любом случае я знаю, где у нас, по крайней мере, все это находится. Да я понял, побег этот. Черт, как бы это все это сделать-то, а? Ладно, здесь должны справиться с этими охламонами. Ну вот этот вот чувак, конечно, с дубинкой, да, дает джазу, блин. Просто мощный хмырь. Кто-то молнии-то пускает, я не пойму. Так, Дебор, отойди. Не видишь, что ли, он тебя бомбит? Причем довольно жестко. Ну, похоронили, отлично. Так, у кого-то должен быть отхил, я помню, помню, это у Дока. Давай, Дебору подлечи, пожалуйста, мне немножко. И пойдем уже туда. Мы же знаем, где у нас находится это оккультное строение. Техи лежат на расслабоне, отдыхают. Так, ну здесь тоже будет заварушка, вы помните, да? Где-то здесь у нас чувачки ходят, контролируют территорию. Вон они. Так, если мы вот сюда вот так встанем с вами. Хотя, наверное, можем и пройти. Успеем, интересно, или нет, пробежать это дело все. Наверное, есть шанс пробежать. Но, я боюсь, когда мы будем с вами исследовать то строение, это все шалупень прибежит со всех сторон. А может быть, и не пробежит. Хрен его знает. Как тут это все рассчитать? Ну, давай, предположим, мы вот... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Блин! Черт, попали все-таки, а! Хотел как можно тише, не получилось тише Ну, накрыли Что такое, сзади еще кто-то, а? Справились вроде бы Фух Погоди-ка, тут, по-моему, карта уже совсем по-другому, ребята Она сгенерировалась И я не вижу этого строения-то Или, подожди, оно, по-моему, тут подальше будет Действительно, блин, смотрите, как в крематории, елки-палки Тут трубы Тут, вон, тут уже могилки Вот оно, вот оно, ребята, это здание Так Я даже не знаю, как бы здесь так сделать-то По-по-лучше, блин Будем здесь стоять Сейчас, естественно, когда мы начнем только исследование Производить вот этого здания Начнут, бежать со всех сторон Олухи Так, снайпера Снайпера нужны все Нужны здесь, ребята Абсолютно все Естественно, пока у нас кто-то будет Это дело Открывать и изучать Остальные говняки будут ползти Ну что же Попробуем Идут 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 Нет, не идут Смотри, ребята, они Как бы ходят, но Не идут Нет такого, как у демонов Когда мы спасаем с вами Заложников Они там сломя голову Чешут на нас Здесь, смотрите-ка Мы не привлекаем никакого лишнего внимания Фу Это хорошо, ребята А что это у нас за Какой дым-то вокруг нас Интересно Ну, а что Исследуем Если у нас вот эта фигня Тоже Стоит же В городе В нашем Так, тихо Главное, чтобы они сюда не поперли Ребята Вот Или Кипиш какой-нибудь Мы не создали здесь так побег 2 ваша команда выяснила что структура возле основания башни схожи с вашей собственной оккультной площадкой областью защищенной могущественными оберегами для безопасного контроля мощных оккультных сил внутри вы нашли канал транслирующий огромное количество оккультной энергии с помощью которой мастер эфира защищает свой собственный замок и адские врата он пользуется волнами демонов с их помощью направляет выживших к замку и порабощает их вы должны бежать из этого места спланировать новую атаку и уничтожить оккультный генератор снабжающий канал энергией безумец должен быть остановлен сбегите из замка то есть отсюда я уже должен сбежать в каком направлении должен идти новая задачка ребята сбежите из замка и я чувствую что не то ой 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 вот тебе избежал блин так хайзер отойти пожалуйста я знаю что сейчас могут порвать есть контакт юля отойди юля кто-то подистреляет я не могу понять отойди отойдите все кто там блин ищейка какая-то все упала эта ищейка потихонечку вот сюда может быть нам надо выйти я не знаю ребят честно говоря куда нам нужно здесь сунуться но явно надо сбежать так я надеюсь здесь никого нету бы никто не пойдет а поспать слушай тут что-то даже и не пахнет выходом то если честно может быть за забором да нет вряд ли так потихонечку будем идти вдоль должен быть выход по любасику ребят что там растянулись давайте идите сюда зараза счет все как-то не так ребят не тихо 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 смотри ходит а я даже не знаю где выход может быть самое обидно что очень мало здоровья у моих бойцов и долго ли мы так все протянем здесь уже ли придется возвращаться да по всей видимости придется тихо 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 уходим 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 так давай здесь вот постоим черт тебя подери вот эта ситуация блин и тут ходят наверху и тут и за забором и куда мне податься все просекли я ничего не вижу кто тут чё по-моему сейчас кто-то падал в окружении ребята все тут помог кронтарики кто-то погибнет юля погибает и естественно мы с вами и Субтитры сделал DimaTorzok